У тверских поклонников скандинавской ходьбы появилась возможность заниматься любимым видом спорта под руководством профессионалов. В областной столице по инициативе депутатов Тверской городской думы дан старт проекту «Серебряный возраст». Первое занятие прошло во вторник, 18 августа, на территории Парка Победы. Побывал на тренировке наш корреспондент. Валентина Бутакова большую часть своей жизни посвятила спорту. Училась на спортивном факультете, выступала на различных соревнованиях, потом тренировала дворовые команды. С возрастом по понятным причинам возможности заниматься физическими упражнениями поубавилось. Однако Валентина Ивановна не сдаётся. Женщина взяла в руки палки и теперь начинает приобщаться к скандинавской ходьбе. Ветер, снег, дождь в лицо. Надо преодолеть себя. То есть преодолевая себя, мы воспитываем и характер, и троих детей. Надо было сейчас шесть правнуков. Для таких же любителей спорта, как Валентина Бутакова, в Твери был организован проект «Серебряный возраст». Его автор – депутат Тверской городской думы Илья Холодов. Долгое время, рассказывает Илья, на территории областной столицы действует программа «Дворовый тренер», в рамках которой школьники занимаются любимым видом спорта под руководством профессионалов. Теперь такая же возможность появилась и у людей старшего поколения. В ландшафтном парке Тимака, на городском пляже, в наших микрорайонах, наши тренеры, которые могут подсказать правильно людям преклонного возраста, как им свои физические кондиции улучшить в условиях выхода из пандемии и необходимости занятия спортом на открытом воздухе. Примечательно, что все занятия будут проходить бесплатно. Также на безвозмездной основе участникам тренировок будет предоставляться и инвентарь. Помощь в приобретении специальных палок оказал куратор проекта «Серебряный возраст» Роман Щеглов. Нашему старшему поколению, может, не позволяет возраст или, может, финансовое положение ходить в спорткомплексы, спортзалы. Скандинавская ходьба предусматривает, что можно прийти в свой любимый парк, пройти здесь. О пользе занятий скандинавской ходьбой участникам первой тренировки рассказала и профессиональный тренер, официальный представитель Федерации северной ходьбы в Тверской области Светлана Никифорова. Свежий воздух. Они выходят из домов и не сидят дома. Организация, новые знакомства, новые какие-то коммуникации. Это положительные эмоции, потому что это заряд эмоций. Человек понимает, что он нужен обществу, он востребован. Информация о времени и месте проведения занятий по скандинавской ходьбе будет распространяться среди председателей общественных организаций.